Этот гараж Иванг-Иске получил еще в 90-е. Тогда кооператив для своих работников построила трамвай на троллейбусное управление. Однако по прямому назначению свой бокс мужчина уже давно не использует. Боится того, что в любой день постройку могут снести, так как право на владение до сих пор не узаконено. То законодательство менялось, то требования к застройщикам, то еще что-нибудь. И в принципе, как бы наша авось еще, российская, перевела к тому, что в 21 веке данный гаражный кооператив, в принципе, существует и на бумаге, и физически. А вот владельцы гаражных боксов не имеют документа, права собственности, кроме книжки члена кооператива. Похожая история у тысячи автолюбителей в регионе. Некоторые пытались зарегистрировать свое право владения через суд, но далеко не всегда иски одобряли. Однако этой осенью для многих из них появится возможность оформить гараж в собственность, в упрощенном формате. С 1 сентября начнет действовать закон о так называемой гаражной амнистии. Под его действие попадут владельцы построек, гараж которых имеет фундамент. Кроме того, если бокс возвели до 29 декабря 2004 года и при условии непризнания гаража самовольной постройкой. А вот подземные боксы в жилых комплексах и офисах оформить не получится. Принимать заявление о бесплатном предоставлении участка будут в администрациях муниципалитетов. Когда они подают заявление, нужно представить и членскую книжку, и договор, который у них есть на руках, какой-то старый об отводе, либо о подключении к сетям инженерного обеспечения. Все расходники, может какой-то договор по оплате коммунальных услуг есть. Эти все документы необходимо представить в органы местного управления для достижения положительного результата по оформлению гаража. Если решение администрации будет положительным, то она самостоятельно передаст все документы и заявления о регистрации права в Росреестр. После этого владельцы гаражей получат выписки из ЕГРН, подтверждающие право собственности. Действовать закон о гаражной амнистии будет до 1 сентября 2026 года. Иван Губин, Артур Рощупкин, АИС-ТВ. Продолжение следует...